Да, соглашусь с вами, что был равный матч, было много единоборств, нам не хватило созданных моментов, нам не хватило остроты, сейчас уже второй матч, даже больше не забиваем, нам надо в этом прибавлять, ну и конечно будем разбираться, не хватило концентрации, пропущено голова, нам надо лучше тренироваться. Сложно проигрывать, сложно, но мы должны идти дальше. Волна одержала первую победу в сезоне и в первом тайме не складывалось ли у вас впечатление, что вратарь не потягивали время, чтобы обратиться в свою боль? Да нет, я так не считаю, что мы тянули время, пытались играть, как они умеют, поэтому поздравляю их с победой, поздравляю всего хорошего. Ну толстая ли план на первый тайм, все-таки Акрон обычно начинает первым номером, давит активно, первые минут 15-20? Ну первый тайм был похож, наверное, сегодня на игру с Ладой, опять же говорю, что будем смотреть, то есть так по первым, по свежей впечатлениям, были проблемы немного в прессинге, опять же проиграли единоборство, были моменты, поэтому не все удалось вообще в первом тайме, во втором. Для нас это действительно драгоценная трячка, череда поражений, скажем так, не приносила пользы, а наоборот вносила нервозность, в принципе у нас качественные обычные футболисты, которые потеряли в себе уверенность после череды поражений. Сегодня каким качеством игры она достигнута, это мало кого волнует, главное три очка. Мы готовились ко второй команде футбольного клуба Акрон, знали, что обученная молодежь выходит через передачу, ставит ставку на контроль мяча, средний процент владения в сезоне 60%, к этому готовились, поэтому разобрали, наверное, нам воздалось за хороший труд, за хорошую работу. Вы говорите, была нервозность у игроков, была ли сегодня у вас нервозность, потому что все-таки матч такой довольно-таки равный был, добавляя до времени, что стало ключевым моментом и что переломилось, собственно говоря, игру? Наверное, наше желание, наша мобильность, прежде всего, наверное, только из-за этого, чтобы побеждать, нужно очень много бегать. Мы сегодня выполнили огромный объем скоростной работы, ну и, наверное, мы переломили этим ход поединка, который сначала складывался в пользу соперника, ну и в конце дожали. Спасибо ребятам за это.